Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня об очередном приложении, которое позволит вам чувствовать себя безопасно в этом мире бушующем, где кажется, что каждый столб следит за вами и копается в ваших данных. Возможно это действительно так, но чем жестче действие, тем активнее противодействие. О всех прелестях CryptPad, связанных с цифровой безопасностью расскажу в процессе. Но помимо всего прочего это еще и неплохой комбайн с бесплатным набором офисных программ. Word в несколько усеченном виде, но все-таки Word. Карточки Kanban тоже не мира, но они есть. Ну и так далее. Но понятно, что этим никого не удивишь и я не стал бы ради этого делать скринкаст, а удивительно здесь то, что все это хранится в зашифрованном виде на диске CryptPad. Шифруется уже у вас на компьютере до отправки на сервер. Ключ хранится также у вас и владельцы сервиса доступа к нему не имеют. А значит не они, никто бы то ни было не имеет доступа к вашей конфиденциальной информации, кроме тех, кому вы этот доступ предоставите. Кстати, не перепутайте CryptPad с CryptPad. Есть и такая российская разработка, но по-моему заброшенная. При внешней простоте сервис весьма обширный, поэтому сегодня обзорное видео, а дальше возможно сделаю продолжение. Итак, у нас не получилось добавить сюда внешний файл, поскольку сейчас запущена анонимная сессия. Я вообще никак не регистрировался, если вы обратили внимание, это первое достоинство CryptPad. Максимальная анонимность. При регистрации с вас не потребует почтового адреса, не то что телефона. Но регистрироваться для работы здесь не обязательно. Регистрация откроет перед вами ряд дополнительных возможностей, как то пароли на файлы и папки, настройка прав и так далее. Все-таки в первую очередь CryptPad существует для командной работы и анонимной сессии тут пользуются в исключительных случаях. Она привязана к конкретному браузеру, сама сессия может слететь, поэтому не забывайте сохранять ссылки на файл. Сам файл будет удаляться через 90 дней без действия. В анонимной сессии нужно не забывать нажимать кнопку хранить, иначе файл не скинется на ваш криптодиск. Но в принципе вы в любом случае сможете найти его впоследствии по ссылке, если не забудете ее сохранить. Итак, теперь в этом браузере у вас на диске имеется файл зарплата. Но в другом браузере на том же компьютере такого файла нет. Анонимный режим удобен для простых случаев, когда быстро нужно поработать над одним документом. Все достоинства CryptPad открываются после регистрации, поэтому регистрируемся. После регистрации, независимо от браузера, вы сможете заходить на свой диск из любой точки пространства и времени. Главное знать пароль, и разработчики нас об этом предупреждают. Его нельзя потерять, поскольку восстановить его уже невозможно. Еще раз, его не знает никто, кроме вас. Все, мы зарегистрировались, интерфейс преобразился, появилась левая панель и, как я уже говорил, добавился ряд функций. Кстати, хранилище на бесплатном тарифе 1 ГБ, но не факт, что так будет всегда. Изначально на бесплатном тарифе было 50 МБ. Объем дискового пространства был увеличен в связи с пандемией и, возможно, по ее окончании вернется к 50. А может и не вернется. А может она и не закончится. Нажимая новой, мы видим куда больше выбор, чем в анонимной сессии. Добавились четыре закладки, связанные с возможностью добавлять файлы и создавать папки. Отличие папки от общей папки весьма условное. Любую папку можно впоследствии переделать в общую папку одним кликом. Но создадим сразу и то и то. Папку можно защитить паролем, причем пароль можно впоследствии менять. Это важно, если вы вдруг засомневались в благонадежности реципиента. Закинем какой-нибудь файл, просто чтоб было. Файл также можно защитить паролем. Ну и пока достаточно. Начнем эксперименты. Организация пространства интуитивно понятна. Файлы, папки. Файлы можно перемещать в папки, из папок и так далее. Тут у нас, лучше бы я не заглядывал, тут очень много дополнительных сервисов. А значит, надо делать не один, а два скринкаста еще. И когда я сказал, что это набор офисных программ, я соврал. Это полноценный workspace сродни Google. Поэтому лучше закрыть от греха подальше. Единственное, это касается непосредственно безопасности и это хороший тон и иметь такую кнопку. Выйти со всех устройств. В случае потери, кражи, изъятия и так далее, просто палочка-выручалочка. Так, ну и давайте-ка мы поделимся наконец файлом. Это возможно единственное, что успею рассказать в этом скринкасте. В Access настраиваются параметры доступа. Пароль, если не задан, expiration date, то есть дата уничтожения, но тут она не установится. Она устанавливается при создании файлов. Об этом в следующем видео. Больше ничего выбрать невозможно, зато можно уничтожить документ безвозвратно. Вернемся и вот она. Кнопка поделиться. Копируем. Отправляем любым защищенным способом и ваш коллега, даже не зарегистрированный в CryptPad, просто вставляет ее в браузер и получает вот такой замечательный файл. Пожар на маяке. Доступ к файлу имеете только вы и он. Для всех остальных, включая разработчиков, это набор символов. Бессмысленных и беспощадных. Обо всех других достоинствах CryptPad в следующем видео. Теперь я понял, что делать его буду обязательно. Так что следите за анонсами, а для этого подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Смотрите продолжение в следующей серии.